Обитатель рая получит от Аллаха все, что его душа пожелает. Всевышний Аллах в Коране сообщает нам о том, как видят друг друга обитатели рая и ада, и приводит некоторые их диалоги. Скажет один из обитателей рая, «Был у меня в земной жизни товарищ», — говорил он, — «Неужели ты из числа тех, кто верит в воскрешение после смерти? Разве может такое быть, что когда мы умрем и станем прахом и костями, полностью истлеем, то опять оживем для суда и расчета и действительно будем судимы Аллахом?» Скажет он, один из обитателей рая, тем, с кем он беседует в раю, — «Не взглянете ли вы в ад, чтобы мы вместе увидели, где сейчас тот товарищ и каково его положение?» И взглянет он и увидит товарища, не верившего в воскрешение, посреди ада. Скажет он своему неверующему товарищу, — «Клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня, отвратив от веры. И если бы не благодеяние Господа моего, даровавшего мне веру и укрепившего меня в ней, то я непременно был бы в числе приговоренных к наказанию вместе с тобой в аду». Сура Ас-Сафат, аят из 51 по 57. Исходя из этого, мы можем сказать, что люди не только будут узнавать друг друга в Ахарате, но и встречаться, разговаривать и радоваться обществу своих близких. Что касается тех, кто не попал в рай, то обитатели рая смогут видеть их и разговаривать с ними. Пять категорий людей, которые никогда не станут обитателями ада. Спасение от ада — одна из главных целей каждого человека. Это спасение будет для верующего большим успехом в Судный день, ведь спасение человека от ада означает, что он непременно станет одним из обитателей рая. Всевышний Аллах в священном Коране сказал смысл. «Каждая душа вкусит смерть, и вам сполна будут даны ваши награды в день воскрешения. И кто будет удален от огня и введен в рай, тот добился успеха. А земная жизнь — только искушение, обольщением». Сура Алю Имран, аят 185. Посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям в своих хадисах перечислил качество верующих, благодаря которым Всевышний запрещает их огню ада. То есть такие люди никогда не станут обитателями ада. «Будут верующие, которые войдут в ад, но через некоторое время, получив наказание за свои грехи, выйдут оттуда». Здесь речь не о них. Здесь речь о тех, о ком пророк сказал, что они вообще никогда не войдут в ад, ибо они запретны для огня ада. Не войдет никогда в ад. Первое. Тот, кто уверовал в Аллаха, возлюбил Аллаха и не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него. От Анаса ибн Мали, когда будет доволен им Аллах, передается, что он слышал, как посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал, «Тот, кто обладает тремя качествами, будет запретным для ада, и ад будет запретным для него. Вера в Аллаха, любовь к Аллаху. И третье. Риск быть брошенным в огонь и сожженным для него любимее, чем возвращение к неверию». Адис передал имам Ахмад. Второе. Тот, кто регулярно совершает обязательные и желательные намазы. От Ханзеля бин Арраби Аль-Усайди, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал, «Тот, кто соблюдает, регулярно совершает пять обязательных намазов с обязательным омовением, совершая все поясные земные поклоны и выполняя их в установленное время, считая это предписанием Аллаха, становится запретным для огня ада». Адис передал имам Ахмад. От Ум Хабиба, да будет доволен ее Аллах, супруги Пророка Алейиссаляту Ассалям, передается, что посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал, «Тот, кто регулярно совершает суннат-намаз в четыре рака'ата перед полуденной молитвой и суннат-намаз в четыре рака'ата после нее, становится запретным для огня ада». Адис передали имамы Абу-Дауд, Ат-Тирмизи и Ан-Насаи. Третье. Легкий и мягкий среди людей человек. От Абдуллаха ибду Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал, «Запретен для огня ада каждый легкий, мягкий, ровный, близкий к людям человек». Адис передали имамы Ахмад и Ибн Хиббан. Также от Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал, «Не сообщить ли вам о том, кто станет запретным для огня ада, или о том, для кого огонь ада станет запретным? Запретным для огня ада станет каждый близкий, мягкий и легкий». Адис передали имамы Ахмад и Ибн Хиббан. Четвертое. Тот, кто плачет из страха перед Всевышним Аллахом. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха Ассалям сказал, «Не войдет в огонь ада человек, плакавший от страха перед Всевышним Аллахом, до тех пор, пока молоко не вернется обратно в выеме, из которого его выдоили. И несовместимыми для раба окажутся пыль на пути Аллаха и дым гиенны». Адис передал имам Ахмад Тирмизи. От Абдуллаха ибн Маслуда, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха Алейиссаляту Ассалям сказал, «Огонь ада никогда не коснется ни одного верующего раба Аллаха, из чьих глаз и страха перед Всевышним Аллахом катятся слезы, даже размером всего лишь с головку мухи, и попадают ему на щеку». Адис передал Ибн Маджа. Пятое. Тот, кто искренне скажет, «Ла Иллаха Илля Аллах». От Махмуда ибн Раби Алянсари, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха Алейиссалям сказал, «Поистине, Аллах сделает запретом для огня того, кто искренне скажет, «Ла Илляха Илля Аллах», нет Бога, кроме Аллаха, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха». Адис передали имаму Аль-Бухари и Муслим. «Мы всегда должны помнить, что наша жизнь в этом мире является экзаменом, и Всевышний испытывает нас различными способами. Каждое наше действие, слово, каждая мысль и даже каждый взгляд – это путь, который мы выбрали для прохождения предписанных Всевышним испытаний». Ни для кого из верующих не является секретом, что Всевышний Аллах создал людей лишь для того, чтобы они поклонялись Ему. Также общеизвестно, что наградой за это служит дарование Аллахам рая своим рабам. Для обитателей рая будут созданы такие прекрасные условия, которые мы не можем себе даже представить. Все, что пожелает человек, он получит в раю в лучшем виде. Поэтому главной целью каждого мусульманина является довольство Всевышнего Аллаха, чтобы в судный день он определил его в число обитателей рая. На самом деле, действительно счастливым человеком является не тот, кто в этом мире получил всё желаемое и жил в роскоши, не зная горя и печали, а тому, кому Всевышний даровал способность совершать деяния, которые приведут его в рай. Поминание Аллаха, читая его речь, священные Коран и другие Аскары, является одним из самых высоко награждаемых деяний мусульманина. Предписаний и обязательств религии очень много, но за поминание Аллаха мусульманин может получить огромное вознаграждение. От Абдуллах бин Бусра, да будет доволен им Аллах, передаётся. Как-то раз один человек попросил, «О, посланник Аллаха, поистине установлений ислама для меня слишком много, так скажи мне что-нибудь такое, чего я стану твёрдо придерживаться». В ответ ему пророк, миром и благословения Аллаха, сказал, «Пусть язык твой без устали поминает Аллаха». Этот хадис свидетельствует о том, что само поминание Аллаха и тот человек, кто его поминает, занимают очень высокое положение в исламе. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, порекомендовал этому человеку среди множества предписаний ислама выбрать для себя поминание Аллаха как самое приоритетное. В сборниках хадисов и книгах о делах дня и ночи, которые были написаны большими учёными, приводится немало хадисов, которые указывают на ценность тех или иных форм поминания Аллаха. От Самуры бин Джиндабе, да будет доволен им Аллах, передаётся, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал «Есть четыре слова, которые Аллах Всевышний любит больше всего. Субхан Аллах, пречист Аллах, ла иляха илля Аллах, нет ничего достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, аль-хамду лиллях, хвала Аллаху, и Аллаху Акбар, Аллах Велик, из какого бы ты ни начал, это не повредит тебе». Хадис передал имам Муслим. Кроме вышеперечисленных слов, есть ещё множество аскаров о достоинстве и той награде, которая воздаётся за их произнесение, пришли предания в различных сборниках хадисов. От Абу Саида аль-Худрида, будет доволен им Аллах, передаётся, что посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, сказал «Обязательно войдёт в рай тот, кто скажет смысл «доволен я Аллахом как Господом, исламом как религией, и Мухаммадом миром и благословения Аллаха как посланником». Стоит отметить, что только произношение этих слов даже множество раз не гарантирует человеку рай. Как минимум, он должен выполнять обязательные составные части, арканы, религии и отдаляться от всего её запретного. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтём ваши пожелания.